В Омске продали коттедж за 1 миллион евро. Сейчас все больше мячи предпочитают переезжать из многоэтажек в собственные дома. В регионе больше 30 коттеджных поселков. Мой коллега Александр Руяткин вместе с экспертами ценил те, что находятся в черте города по цене и удобству для жизни. В Омской области более 30 коттеджных участков. В городе полтора десятка. Иметь собственный дом во всем мире считается самым цивилизованным способом проживания. Плюсов здесь много. Отсутствие шумных соседей, комфорт и уют. Но даже если деньги у вас есть, ведь такие дома считаются достаточно дорогим и элитным жильем, более чем тщательно стоит относиться не только к выбору места будущего коттеджа и стройматериалам, из которого он будет возведен, но и к застройщику. В противном случае мечта о собственном, комфортном и уютном доме может обернуться большими проблемами. Эксперты уверяют, цены на земельные участки и недвижимость не могут быть постоянными. Чем меньше предложения, тем они выше. Самые дорогие объекты расположены вблизи от делового центра города. Например, коттеджи у парка «Зеленый остров». Это первое место нашего рейтинга. Минимальная цена – 10-15 миллионов рублей за дом под ключ. «Зеленый остров» – он же парковой зоной считался. Не забывайте. То есть там рядом благоустроенный пляж, благоустроенная территория для отдыха. «Зеленый остров» – это, скажем, эксклюзивные моменты, которые кто-то о них знает, а кто-то о них и не знает. Впрочем, кризис внес свои коррективы в этот сегмент рынка недвижимости. Сейчас продавать дом стоимостью более 10 миллионов рублей можно годами. Амичи предпочитают брать участки, делать под себя проект и строить по мере силы возможностей. Поселок Чукреевка считается более доступным по цене вариантом, чем жилье у «Зеленого острова». Ухоженные, но однотипные таунхаусы соседствуют с разнообразными на вид и размер коттеджами. Правда, для последних нередки проблемы с подключением к коммунальным сетям, например, нецентрализованной канализации. Еще один строящийся жилой комплекс «Зеленая долина» расположился на третьем месте – около 5 миллионов рублей за готовый дом. Поселок известен в Омске, но не с самой лучшей стороны. В судах десятки исков с претензиями от покупателей. Люди были недовольны задержками строительства и качеством работ. Многие обязали застройщика исправить недоделки, хотя инфраструктурные проблемы остались. «Зеленая долина» – это изначально формировался поселок новый и полностью с нуля возводились инфраструктурные объекты с точки зрения коммуникации. И есть определенная удаленность, скажем, от школ, от детских садов, от торговых каких-то предприятий. Но самым доступным с точки зрения цены остается коттеджный поселок «Учительский» в Центральном округе неподалеку от микрорайона «Амурский-2». Стоили домики недорого, почти как однокомнатная квартира – около миллиона рублей. Удобное месторасположение и есть все необходимые инженерные коммуникации – школа и детский сад. В двух шагах автобусная остановка. «Территория застроена коттеджами по каркасной технологии, обшитыми плоским шифером. Их строили по государственной программе для бюджетников. Сейчас это место очень востребовано в плане коттеджной застройки. То есть эти коттеджи вместе с земельными участками, эти домики для бюджетников, они выкупаются состоятельными людьми. И на их месте строится коттедж площадью 150-200 квадратов». Хотя определенные проблемы есть – низкий уровень грунтовых вод. Так что будущим владельцам коттеджей придется забыть о погребах, смотровых ямах в гаражах и уж тем более цокольных этажах. Александр Руяткин, Константин Демиденко, Дмитрий Головко. «Омск. Здесь». «Омск. Здесь». «Омск. Здесь».